REXVA REXVA – компания, специализирующаяся на производстве обогревающих пленок для создания теплового и здорового мира. REXVA – это компания, которая имеет эксклюзивную технологию производства обогревающих пленок и производит продукцию, соответствующую мировым стандартам. Во всем мире становится все меньше и меньше природных ресурсов. Сокращение запаса натуральных топливных ресурсов, нефти, взлечет за собой повышение цен на потребительские товары и также повышаются затраты на отопление использующих газ и нефть. Поэтому REXVA активно занимается разработкой и производством экологически чистых и безвредных обогревающих пленок. REXVA имеет эксклюзивные технологии и промышленный опыт производить продукцию, соответствующую мировым стандартам электробезопасности. UL, CE, NRTL, ГОСТ Продукция REXVA экспортируется в 20 стран по всему миру. REXVA предоставляет по всему миру традицию корейских теплых полом. Давайте теперь познакомимся с обогревающей пленкой «Чайка» компании REXVA. Чайка. На полимерной основе организован контакт медной и серебряной полипроведящей пальки с углеродными нагревательными элементами. Пленка заламинирована с двух сторон специальными полимерами. В обогревающей пленке используется карбон по составу, похожий на натуральный древесный уголь. Пленка выделяет отрицательно заряженные ионы и инфракрасные лучи, полезные для здоровья человека. Пленка «Чайка» не выделяет никаких вредных газов, которые могут быть связаны с работой нагревательных элементов, основанных на сжигании и току. Поэтому в помещении поддерживается экологически чистая атмосфера. Обогревающая пленка имеет легкий вес, простота установки, удобное обслуживание, не требуя специального контрольного оборудования, и может использоваться как постоянный источник тепла. Это обогревающий элемент будущего и может применяться для обогрева стен, потолков и полов. «Чайка» разрабатывается согласно стандартам и требованиям безопасности. Обеспечивает одинаковое распределение тепла и безопасное электрическое сопротивление. Высокая плотность нанесения карбона на полимерную поверхность. Высокая технология нанесения одинаковых слоев. Разработан специальный ламинирующий аппарат, аппарат для ламиниров. Использование излезованных материалов и обогревающие пленки мирового качества. Благодаря использованию специально разработанного серебряного контакта на карбоновом покрытии не возникает электрический разряд. Защита электрического разряда регулируется площадью нанесенного на пленку карбонного слоя. «Чайка» — уверенность в передовой технологии. Причина возникновения электрического разряда в пленке может быть разной. Одна из основных причин — это воздушный слой между медным покрытием и базовой пленкой. Минимальная толщина воздушной прослойки достигается за счет специальной усовершенствованной технологии ламинирования пленки. Для монтажа пленки нужны пассатижи, кусачки, отвертка, ножницы, нож, калькулятор, тестер напряжения. Дополнительно требуется электрокабель 14 и 16, электролизационная лента, регулетор температуры пленки. Теперь познакомимся с процессом монтажа. В первую очередь определяем электрическое напряжение на месте монтажа. Поверх пленки застелить теплоизоляционный материал. Теплоизоляционный материал нужно подобрать такой, который будет хорошо сохранять тепловыделяемый обогреваемый пленок. Обратите особое внимание на выбор от теплоизоляционного материала, потому что это влияет на потребление электроэнергии. Теплоизоляционный материал закрепляем скотчем. На теплоизоляционный материал стелем обогревающую пленку чайка. Обрезать обогревающую пленку следует в местах, где нет карбонового слоя. Обрезать по центру полимерный пленок. Слои обогревающей пленки не должны наезжать друг на друга. Соединяем электропровод с клеммами, а клеммы подсоединяем к пленке со стороны медного контакта. Измеряем общее сопротивление параллельно соединяемой пленки и делаем расчет общепотребляемой электроэнергии. Формула расчета. Количество потребляемой энергии равняется произведению квадрата напряжения на сопротивлении. Места соединения клемм с пленкой заклеить изоляционной лентой. В теплоизоляционном материале делаем углубление, заправляем туда провода и заклеиваем изоляционной лентой. Приклеить все провода и клеммы скотчем. Соединить регулятор температуры и электроэлектроэнергии. К оставшимся двум клеммам подсоединяем отходящие от пленки провода и подсоединяем к датчикам измерения температуры в регуляторе температуры. Монтируем регулятор температуры к стене и подводим электричество. Поверх обогревающей пленки сверху застилаем защитный материал и потом монтируется напольное покрытие, линолеум, ламинат или паркет. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...